В одной из бесед святитель Иоанн Златоустой говорит, что лучшее совершение памяти святого это подражать его жизни но есть такие жития святых, что просто невозможно это сделать а вот то, что сегодня мы совершаем память святых апостола Петра и Павла это возможно каждому телесному человеку скажет, да, вот он такой был, у меня семья и труды у меня вот надо мне трудиться, иначе ничего не будет вроде бы но видим, что хорошо, апостол Павел был один а апостол Петр был женатый, говорит, теща у него была и да, с тещей может быть жив даже и были рыбаки небогатые, бедные рыбаки сегодня поймал что-то, а в другой раз всю ночь, говорит, ловили и ничего не поймали опытные рыбаки и ничего не поймали не удалось поймать косяк рыбы не нашелся вот, но когда Господь призвал их, они все оставили оставили дырявые сети с отцом и пошли это вот, ну, представить только вот отец, может быть, кричал куда вы пошли, сына, я что буду делать один-то без вас как я буду рыбачить пошли оставили и вот об апостолах Христовых говорит святитель Анзотоусты робкие и боязливые они по принятии духа устремились в среду опасностей ибо безбоязненно пошли и на железо, и в огонь, и на зверей, и в пучину морскую, и на всякое мучение некнижные и простые они говорили с таким дерзновением что поражали слушателей их скудельник, дух, соделал их железными их скудельных дух соделал их железными окрылил их и не допустил впасть ни в какую слабость человеческую такова-то благодать духа она если находит печаль, уничтожает ее если злое вожделение, истребляет если страх, изгоняет и кто вподобился ее того не допускает уже быть человеком но когда переселив на самое небо располагает помышлять только о том что на небе потому-то никто ничего из имения своего не называл своим но непрестанно пребывали в молитвах в веселье и простоте сердца Деяния апостолов 4 глава однако же, скажет, часто печалятся и люди исполненные духом но эта печаль сладостнее радости печалился и Каин но печалью мирской печалился и Павел но печалью по Боге все духовное приносит величайшую пользу равно как и все мирское крайний вред привлечем же к себе через исполнение заповедей необоримую помощь духа и мы будем ничем не меньше ангелов ведь они не потому таковы что бесплотны иначе никто из бесплотных не был бы злым но везде причиной всему свободное произволение потому-то и между бесплотными нашлись такие которые хуже людей и даже бессловесных между облеченными плотью такие, которые лучше бесплотных вот от себя я добавлю сейчас встречаешься с людьми разговариваешь говорят, ну так что скажешь, батюшка ну мы какое время-то жили все было без Божия нигде нельзя было услышать вроде бы молиться нельзя было я говорю, можно было я знаю таких в то время было что детей мать не давала ни один ни в октябрятах ни в пионерах ни в комсомоле не было она говорила так вот пойдете в армию тогда хоть в комсомол хоть в партию вступайте а пока я, говорит, за вас отвечаю пред Богом стращались а ты им, говорит, отнимайте вы будете пред Богом отвечать уже не я, говорит я свободно тогда буду но не отняли ни одного и в то время были такие это кажется так просто это духовный героизм так скажем чтобы выстоять в то время и вложить в детей страх боялись сделать какой-то грех почему? потому что мать говорила сынок Бог за это накажет нельзя этого делать Бог все видит и этот страх сохранил от многих грехов так все праведники хотя жили на земле и имели тело однако же совершили великие дела и в то время безбожные люди совершали некоторые героические духом многие великие дела на земле они жили как пришельцы и странники а на небе как граждане не говори же и ты я облечен плотью не могу одолеть ее не могу взять на себя трудов добродетели а в то время когда было не было негде достать даже листочек с духовным каким-то писанием а люди находились которые в тайной типографии печатали Слово Божие и распространяли за это их судили по 10 лет и более давали лет по несколько сроков люди сидели вот но они работали это чтобы дать эту пищу духовную людям можно было делать можно было делать вот а мне как-то говорят а я вот работаю мог бы и больше работать но как-то нет к этому стремления к этому стремления нет чтобы больше как-то был доход заработать а я привел пример ему говорю в то время когда было работали мы зарабатывали 150 рублей а половину зарплаты отправляли на помощь этим создателям и ничего нормально было не чувствуется никакого ущерба не было и старались где бы еще заработать чтобы побольше послать туда и потом сообщают что типографию значит накрыли взяли там даже десант сбрасывали чтобы внезапно захватить и 40 тысяч библии которые были уже готовы к распространению ликвидировали ну а тех которые захватили конечно всем сроки давали нельзя заниматься с людьми мы знаем в Барнауле одна девушка баптистка она несколько сроков отсидела только за то что занималась с детьми воскресную школу вела ее только освободят три года дадут освободилась она сразу начинает ей еще пять лет освободилась она опять начинает ей еще три года можно было делать можно было делать когда человеком руководит благодать Духа Святаго не говоришь и ты я облечен плотью не могу одолеть ее не могу взять на себя трудов добродетель не обвиняй Создателя ведь если от того что мы носим плоть добродетель становится для нас невозможной то мы уже невиновны но что она не делается от того невозможного это доказывает лик святых то есть о том что апостолы были такие же как мы а то говорят так это же апостолы были но они же были рыбаки такие же ну скажем земледельцы фермера такие же обыкновенные были люди но когда коснулась благодать Духа Святаго то они стали тогда апостолами аминь слава тебе Боже слава тебе Боже слава тебе Боже